Мой годовасик туго патриотерия, что только не делала, но маршировать получается плохо. Кушает Russia Today, прикармливаю Соловьевым и Киселевым, ребеночка регулярно одеваю военную форму. Что делать, чтобы ребеночек делал левой-правой? Привет, просветители! Ну что ж, сезон наклеек можем повторить официально закончился. Надеюсь. Поэтому самое время поговорить об этой гениальной в своей. Каждый и сам подберет подходящий эпитет, фразе, марширующих дошкольниках и оскорблении ветеранов. Думаю, все знают, что в этом году был принят закон гировой об оскорблении ветеранов. Самый громкий процесс, связанный с этим законом, тоже вряд ли для кого является секретом. И поэтому, когда на прошлой неделе сеть буквально взорвал ролик с пряником для ветерана, у многих пользователей соцсетей и у меня в том числе возник вопрос. А вот подобный подарок точно не является оскорблением. Вот вчера нам принесли такой подарок от губернатора Тюменской области, Мора. Называется это пряник Сибирская лукошка. По всей вероятности, сделан был на заказ, потому что на нем есть вот такая ленточка 9 мая. Как оказалось, ленточка это единственное, что в этом прянике нормальное. Вот сейчас будем с вами добывать еще кусок пряника. Так, разбили. Вот такой пряник отправили ветерану Великой Отечественной войны, который 94 года. Как вы думаете, как мы его будем кушать? Ну, это бесполезно. Нет, не взять. Никакими судьбой. Ой, бесполезно. Ух ты! Ну все, силы мои закончились на этом. Так что этот пряник, наверное, нужно губернатору отправить обратно. Пусть он сам чай пьет с этим пряником. Но не стоит сразу отметать вариант того, что это происки врагов. Естественно, можно сказать, да и нужно, наверное, что это единичный случай. Зато какой. И так-то оно так, но давайте признаемся, что мысль о том, что государство вспоминает о ветеранах только раз в год, сами знаете когда, достаточно часто всплывает в медиапространстве. Только не официальном. Ну, возможно, потому что это клевета. Нельзя отрицать такую возможность. А на самом деле даже сайта мечта ветерана не существует. У наших ветеранов просто все есть. Им не о чем мечтать. Ну, разве что о водопроводе. Главное несоответствие, от которого меня всегда коробит, об абстрактных ветеранах у нас говорят постоянно. Особенно, если нужно о величии страны порассуждать. Ну, или рот кому-нибудь заткнуть. А вот о жизни конкретного героя Великой Отечественной войны, о его проблемах, а они, представьте себе, есть. Только вот на билбордах о них не напишут. Вот, к примеру, мечтаю, чтобы дома была вода. Мы узнаем благодаря вот таким вот роликам с пряником и сайту Мечта Ветерана. Пряники, жалобы на которые появились в телеграм-каналах, включили в подарок для ветеранов войны в Тюменской области, так как в прошлом году нареканий на продуктовые наборы не поступало. Об этом РИА Новости заявил Департамент социального развития региона. Может быть, потому что в прошлом году конкретно этот пряник все еще был свежим? Это всего лишь шутка предположения, не подавайте на меня в суд. Губернатор сказал, что ему грустно из-за этой ситуации, а вот производитель пряников решил не грустить, а перейти в наступление. Не могу назвать авторов другим словом, кроме как аферисты. На видео женщина достает из упаковки половину пряника, то есть они его открыли, он у них сколько-то пролежал. Если оставить молоко без упаковки, то оно быстро скиснет. Так же и здесь. Упаковка была вскрыта. Прокомментировал производитель видео. Я же сразу же сказал, что версию с врагами не стоит отметать. Аферисты. Промышляют в любных местах, но сегодня они проникли всюду. Когда видео только появилось в сети, нашлись люди, заявившие, что родственники ветерана просто глупые люди. Еще бы. Это же пряник подарочный, его есть не надо, он таким и должен быть. Как видим из ответа производителя, нет, не должен. Это просто аферисты. Задумывались ли вы, какую долю диджитал занимает в нашей жизни? Знаменитый фильм «Терминатор» пугал нас восстанием машин. А теперь мы сами заботливо кормим машины своими персональными данными. Лайкаем посты, пишем комментарии, следим за фитнес-показателями на умных часах. Алиса и Сири внимательно слушают, что мы говорим, чтобы включить или найти что-то по нашему запросу. Но долой гуманизацию машин. Весь этот интеллект в них вложили специалисты, работающие с данными и искусственным интеллектом. Другие специалисты запрограммировали их поведение и собрали оболочку, которую мы видим на наших экранах. Хотите присоединиться к ним? К специалистам, а не экранам. Онлайн-школа SkillFactory подготовила бесплатный тест, чтобы определить, какое направление в IT именно ваше. Если вас терзают вопросы, как войти в IT и определиться с профессией? Через сколько я начну зарабатывать и насколько это востребовано? Где найти время на учебу и не бросить? Получится ли у меня, если я гуманитарий? Мне уже 30, 35, 40 ждут ли меня в IT? Пригодится ли мой опыт или надо будет стартовать с нуля? Хотите получить ответы? Прямо сейчас регистрируйтесь и проходите тест. Это бесплатно и займет ровно 5 минут. А 18 мая ждет подарок для каждого. Путеводитель по пяти главным IT профессиям. Фронт-энд, бэк-энд-разработчик, мобильный разработчик, тестировщик, аналитик данных, дата-сайентист. Если вы ждали знака, чтобы изменить жизнь, это он. Проходите по ссылке в описании. Только вроде отошли от черствых пряников, как кто-то решил сравнить выплаты ветеранам в постсоветском пространстве. Но враги и вредители активизировались. Откуда они вообще эту статистику взяли? Они бы еще жизнь пенсионеров в Германии и России сравнили. Опять же, если исходить из того, что память о Великой Отечественной войне вот уже несколько лет преподносится как главная государственная идея, хочется верить, что герои этой войны, которых с каждым годом все меньше и меньше, действительно получают максимальную заботу со стороны общества. Именно этих людей нам постоянно приводят в пример. И правильно. Поэтому, когда вдруг оказывается, что дальше красивых слов дело как-то не особо идет, люди чувствуют себя обманутыми. Конечно, если сравнить с Казахстаном, то наши выплаты 10 тысяч смотрятся несколько странно. Особенно, если вспомнить, сколько только в этом году говорили о внимании к ветеранам. Как только подобные таблицы стали достоянием общественности, тут же появилось и объяснение. У нас просто ветеранов намного больше, чем в других странах. 33 тысячи. У нас, правда, и страна в разы больше. Опять же, если вспомнить Киселева. Мы оказались куда в более достойном положении на сегодня, чем любая из крупных западных стран. Вот и как-то непонятно. При любом случае вспоминаем о подвиге советского народа. Вроде как защищаем честь и достоинство. А как доходит до дела? До денег? Опять же, ежегодно огромные суммы тратятся на празднование Дня Победы. А может быть, вместо фейерверков и концертов эти финансы на помощь ветеранам можно было бы отправить? Но, увы, без фейерверков, песен и флагов патриотизм электората никак не поднять. Огоньки вон везде видны. А помощь старикам? Ну, здесь можем повторить, не заорать. В Сверской области 9 мая проведут парад малышковых войск из воспитанников детских садов. А почему бы и нет? И речь идет, конечно, не только о костюмах и реквизите, к изготовлению которых каждая команда подошла серьезно и творчески. Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнить тематические танцы с элементами театрализации. Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке. Градус всеобщего патриотизма. Как мне кажется, проблема с этим градусом заключается в том, что достаточно часто главное просто галочку поставить. Мероприятие проведено. А в чем, собственно, ребенок принимает участие, этот самый ребенок не особо-то и понимает. Многие в комментариях под прошлым видео отметили, что от выступления улыбающегося дошкаленка со стихотворением об умирающих людях реально стало не по себе. Слова о трагедии, а ребенок их как об Айболите декламирует. Вау, дети изображают военных, круто! Это ж такое шикарное комбо. Дети и война. Кстати, малышковый парад в итоге перенесли из-за ковидных ограничений. Но ничего, поднимем градус всеобщего патриотизма в июне. Проблема в том, что для многих наших граждан война перестала восприниматься трагедией. Человек, который осознает, что сделали эти страшные 4 года с нашей страной, никогда не прилепит. Можем повторить и совокупляющихся человечков. Потому что это выглядит мерзко. Люди сражались за свои семьи, за будущее, за нас с вами, а не для того, чтобы доказать, что мы круче всех. А можем повторить в нынешнем виде? Все опускает до уровня распальцовки. По поводу выражения можем повторить тоже выскажусь. Так идиоты только говорят. Их называют псевдопатриотами. Их бы на неделю в окоп да под дождь. Да чтобы в рукопашную потом. Не дай бог, конечно, такого повторения. Вот вы мне фотографии сейчас показали, а у меня слезы на глазах. Речь о снимке, на котором георгиевская лента повязана на бутылку водки. Разве так можно? Это какой скотиной надо быть? На такой ленте награды государственные размещены. Это символ победы. А не ее на водку и макароны. Увидел бы, собрал все ленты. И домой унес. Сволочи. Я очень надеюсь, что ошибаюсь, но порой складывается впечатление, что именно на контингент можем повторить. И пьяная ура в ближайшем парке с водкой, и делается основная ставка. Можем ли повторить? Кто знает. Но этот гений с наклейкой помнит про миллионы погибших, тысячи разрушенных сел, детей, оставшихся без родителей. Я не уверен. А ведь повторять будем именно это. Превратим радиоактивный пепел? Да, конечно, превратим. Только вот и нас превратят. Я надеюсь, все помнят, какая мировая война будет последней. В общем, можем повторить. Или больше никогда. Решайте сами.